Волейбол – это четвертый вид спорта. Лучших уже выявили в плавании, стрельбе из боевого оружия, настольном теннисе. Команды разделены на две группы – силовой блок и ведомственные санатории. По итогам прошедших игр фаворитами считаются подразделения ФСБ, ФСО, а также санаторий Дзержинского и «Правда». Волейбол, как отмечают сами участники, один из долгожданных турниров. Ведь по традиции за игроков здесь болеет сам Владимир Кондра – советский волейболист, олимпийский чемпион. Кстати, сочинец, который в свое время выступал за местное «Динамо». И очень приятно, что волейбол жив в этих структурах, он и по стране жив. Я выступаю за клуб «Отдушина» ФСБ Москвы, ветеранов, и сравниваю, как здесь и там люди играют, готовятся. Такое ощущение, что молодежь мало увлекается этим видом спорта. Но сейчас, когда я пришел, уже несколько раз приходил сюда смотреть, и сегодня очень радостно, что много молодежи играет. Это очень приятно. Традиционные спартакиады «Динамо» призваны развивать служебно-прикладные виды спорта среди силовиков и максимально вовлекать их в спорт. Для сотрудников это где-то и моральная разгрузка, безусловно, и, наверное, такой приятный повод увидеться, познакомиться и пообщаться. Помимо того, что это, я считаю, должен делать каждый. Цели, которые стоят на наших сотрудниках, обеспечивать безопасность нашего города. Поэтому, я считаю, они должны быть в великолепной физической форме, в первую очередь. Сами силовики признаются, здесь они не ради участия. Каждая команда стремится к победе. А бороться за звание сильнейших помогает лозунг спартакиады «Сила в движении и единстве». В итоге высшие ступеньки дистала турнира по волейболу в первой группе заняли сотрудники ФСБ. Серебро и бронзу поделили ФСО и пограничники. Четвертое место у аппарата УВД. Первыми во второй группе оказались таможенники. Далее по списку санаторий «Правда», Дзержинского и МЧС. В августе члены «Динамо» сыграют в баскетбол. Завершится же 57-я спартакиада в декабре шахматами.